С началом полномасштабного вторжения украинцы стали сильнее и объединились. Каждый воюет на своем фронте. Единство и в тылу. В Хмельницком бизнесмены бесплатно угощают военных кофе, выпекают хлеб и раздают людям, бежавших от обстрелов. А в свободное от работы время плетут маскировочные сети. Во многих хмельницких кофейнях людей в военной форме угощают кофе. А здесь, среди крафтовой выпечки, ежедневно появляется лоток со свежим хлебом. Его выпекают по старинному рецепту и раздают. Этот хлеб на закваске. Он сам по себе вкусный, потому что натуральный. За хлебом приходят и малообеспеченные местные жители и переселенцы из Сум, Харьковска, Киевской областей. Таких в этом регионе уже более 100 тысяч. Большое спасибо им. Понимаете? Конечно. В такое время тяжелое. Да, допомога. Нужна допомога. Спасибо вам. Мы очень рады, что у вас есть такие люди. Тут и покушать можно. Спасибо вам за все. С каждым днем хлеба пекут все больше. Владельцам пекарни даже пришлось приобрести дополнительные формы. Раздавали меньше. Сначала не хватало форм для выпекания хлеба. Потом раздавали от 50 до 100 и больше. Еще у нас берут хлеб волонтеры. Развозят его по блокпостам и тоже помогают людям. Но не хлебом единым. Многие предприниматели одевают и селят беженцев. А в этой парикмахерской стригут и даже красят. Коллектив соберегли. Коллектив сохранили. Работаем. Платим налоги. Принимаем переселенцев. Стараемся обслуживать бесплатно. А в свободное время парикмахеры, пекари, отельеры плетут маскировочные сетки, готовят для наших героев-защитников и молятся о победе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...